здравствуйте здравствуйте уважаемые абитуриенты очень рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем занятии напоминаю что у нас сегодня предпоследнее занятие занимаемся мы с вами на яндекс егэ пройдите пожалуйста на наше занятие чат у нас открыт как всегда в контакте очень рада вас всех приветствовать уже знакомые имена очень 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 всем вам рады ну что ж давайте начнем вы знаете мне многие из вас написали и высказали пожелания начать сегодняшнее занятие с блока вводные слова и мы сегодня с вами должны успеть очень и очень много я выложила большой блок с материалами о вводных словах и мы давайте с вами им займемся вот данечка пишет что все рады увидеться со мной но уж как я рада увидеться с вами вы себе просто не представляете потому что заниматься в вашей компании я вам говорю это на каждом занятии громадное удовольствие вот у нас с вами как-то все хорошо получается кто не смотрел наше занятие непременно вы знаете вы еще успеете пересмотреть все занятия которые были мы занимаемся по субботам мы занимаемся по воскресеньям в субботу у нас тестовая часть воскресенье у нас сочинение и вот на тестовых занятиях мы каждый раз успели успевали разбирать по три задания тестовой части вот потихонечку подбираемся концу тестовой части и естественно вот на сочинение мы с вами успевали разобрать по три проблемы которые самые самые такие горячие популярные на егэ подбирали аргументы вот если не видели предыдущих занятий вполне успеете все еще посмотреть хотя бы по диагонали и может быть почерпнете какую-то новую информацию для себя полезную ну а мы с вами давайте приступим к повторению и обобщению материала про вводные слова вот посмотрите пожалуйста у нас с вами первое задание около трех часов мы шли через тайгу и наконец вышли к старой железной дороге построенные по словам лесника еще прошлом века веке англичанами смотрите значит вот я самого начала специальное это задание поставила именно первым номером для того чтобы еще раз вам показать что слово наконец не надо в данном случае выделять запятыми вот давайте мы с вами скажем что слово наконец в значении итога помните про чебурашку мы строили строили наконец построили в итоге построили да никогда не выделяется запятыми вот если бы было повышение интонации да угомонитесь вы наконец вот это вводное слово вот мы с вами должны на случай экзамена выучить самый основной случай который вам и предлагают что слово наконец в значении итога никогда не выделяется запятой в значении итога и я вам не советую это слово использовать в ваших сочинениях вот просто не в конце концов не в значении ни слова наконец простите не в значении в конце вот не наконец не не в конце концов вот давайте я коротко скажу не надо использовать в сочинении я вам говорил что в сочинениях не следует использовать слова сне потому что в ситуации стресса всегда можно ошибиться довольно сложная тема не с разными частями речи и вот слова наконец в конце концов тоже я бы не советовала вам использовать но для Для тестовой части, для задания номер 17, про вводные слова, мы должны запомнить, что в значении итога слово наконец никогда не выделяется запятыми. А вот по словам Лесника 3-4 мы берем этот ответ. По словам моих родителей, по сообщениям синоптиков, по словам моих учителей, по словам Людмилы Викторовны, по отзывам наших слушателей мы можем себе составить представление о том, полезен наш курс или нет. То есть принадлежность кому-то, по словам Лесника, обязательно мы выделяем запятыми. Берем ответ 3-4, как правильно сделала Кристиночка и Раяна. Теперь давайте дальше. Номер 2. Военачальник может быть бесцеремонным и даже жестоким. Вот я вам хочу сказать, что на ЕГЭ надо обязательно притормозить скорость чтения. Дело в том, что вы читаете все, вы знаете, с громадной скоростью, очень-очень-очень быстро и даже есть ученики, которые не вникают в смысл предложенного предложения. Это очень опасно, потому что слова «может быть» чаще всего вводные. «Я, может быть, сегодня приду к вам в гости», «Сегодня, может быть, пойдет дождь», «Я, может быть, скоро стану студентом». Слова «может быть», вот все привыкли к тому, что они вводные. На это и расчет ваших составителей, что вы невнимательно прочитаете или просто выхватите словами, выхватите, простите, глазами «может быть» и поставите запятыми. Не надо так делать, потому что «может быть», «может» составом сказуемого, да, являться. Вот смотрите, кто военачальник, да, может быть бесцеремонным и жестоким, это состав сказуемого. Поэтому один-два не выделяем. Теперь, вы знаете, я уже смотрю, Влад, дорогой, все внимание сейчас, да, вот правильный ответ только три. Смотрите, сколько важного материала мы сегодня с вами возьмем. Ариночка, не имеет значения, в какой части предложения стоит вводное слово. Если вы уверены, что это вводное слово, да, неважно, где оно стоит, в начале, в конце, да, тогда мы его запятой выделяем. Вот, есть сложные случаи, вводное слово в начале оборота или в конце оборота, да, не выделяется, но вам такие случаи не предлагают. А вот теперь я вам хочу, хочу вас вернуть к заданию номер два. Вот слово «однако», вот с чем может быть связан ваш вопрос, Ариночка. Смотрите-ка, слово «однако», необыкновенно коварное слово, оно может быть союзом сочинительным, а может быть вводным словом. Вот, смотрите-ка, значит, если слово «однако» в значении «но», но унижать подчиненных он права не имеет. Видите, здесь мы запросто «однако» заменили на союз «но». Вот там, где можно заменить, тогда мы уверены, что «однако» является сочинительным союзом, да, и ни в коем случае запятыми с обеих сторон не выделяется. Вот если слово «однако» стоит в начале предложения, и оно синонимично союзу «но», можно заменить на «но», да, то в начале предложения «однако» никогда запятой не выделяется. Вот смотрите-ка, примеры. «Однако» он мне показался нездоровым человеком, нет запятой. «Однако» сегодня пойдет дождь. «Однако» он мне никогда не противоречит. Вот «однако» в начале предложения никогда не является вводным, а всегда является сочинительным союзом в значении «но». В нашем с вами предложении, да, военачальник может быть бесцеремонным и жестоким, это одно простое предложение, «он» не имеет права унижать, это второе предложение. И союз «однако» в значении «но» стоит в начале второго простого предложения. Перед ним мы, разумеется, должны поставить запятую. Перед ним. Но после него никогда. Вам, вы знаете, хитро его спрятали в середину вот этого сложного предложения. Но вы должны посчитать грамматические основы. Слово «однако» в цифре номер 2 стоит в начале второго простого предложения, поэтому перед ним в цифре 3 запятую ставим, а после него никогда. Если мы это предложение переделаем, да, и слово «однако» поместим в другую часть второго предложения, да, вот военачальник может быть бесцеремонным и даже жестоким, унижать подчиненных «однако» он права не имеет. Вот если уже «однако» из начала второго предложения перемещается в середину, тогда оно превратится во вводное слово, и запятыми будет выделяться с обеих сторон. Значит, давайте запомним, если «однако» равен союзу «но», то он запятыми с обеих сторон не выделяется. Если слово «однако» стоит в середине предложения, мне казалось «однако», что меня никто не любит, да, вот тогда выделяем запятыми с обеих сторон. Вот, теперь пойдем дальше. Значит, мы с вами договорились, что в цифре номер 2 мы берем ответ 3, да, и рассматриваем внимательно третье задание. Вот тут, вот посмотрите, пожалуйста, давайте прочитаем. В зависимости от того, как вы прочитаете это предложение, зависит правильно или неправильно, вы выберете ответ. Вот предложение надо прочитать очень медленно, понять его смысл, да, и только тогда, разобравшись, выбирать ответ. Посмотрите, пожалуйста, сейчас, возможно, внедрение новых разработок в технологический процесс не принесет выгоды. Вот иногда дети читают так. Сейчас возможно внедрение новых разработок, и не выделяют запятыми 1 и 2, потому что внедрение новых разработок каково возможно. А смысл-то предложения совсем в другом. Внедрение не принесет выгоды, да, внедрение не принесет выгоды. И вот если у слова внедрение есть свое сказуемое, не принесет, то тогда нам всем понятно, что возможно превращается во вводное слово, да. Смотрите-ка, сейчас, возможно, внедрение новых разработок не принесет выгоды. Возможно, не принесет, а возможно, принесет сомнения. И мы цифру 1 и 2 выделяем запятыми, да. Вот, и это важно понять, потому что вот сейчас я уже вижу масса ошибок. А вот это предложение дают каждый год почти на ЕГЭ, потому что здесь очень нужно быть внимательными людьми. Вот я еще раз повторяю, всегда найдите подлежащее и сказуемое. Внедрение что сделает? Не принесет. Нельзя полагаться только на чтение. Вот, сейчас, возможно, внедрение не принесет выгоды. Все, грамматическая основа есть, и, возможно, это вводное слово. Но очевидно, что завтра эти технологии все равно придут. Вот, посмотрите, пожалуйста, мы в тройке не можем поставить запятую. Знаете почему? Потому что, если мы, вот, вводное слово, да, можно опустить. И получится так. Но, что завтра эти технологии все равно придут. Получается чушь. Если у нас с вами, вот, получается так некрасиво, значит, в тройке не надо ставить запятую. Но очевидно, запятая, что очевидно? Получается, что завтра эти технологии все равно придут. Вот тогда правильно. Значит, ответ мы берем 1, 2, 4. 1, 2, 4. Вот я вижу только у Насти правильный ответ, а все остальные, кто дали ответы, к сожалению, ошиблись. Поэтому мы и начинаем сегодняшнее занятие с повторения блока «вводные слова». Будьте внимательны. Значит, правильный ответ у Насти. Вот, 1, 2, 4. 1, 2, 4. И послушайте еще раз мое объяснение. У вас возможность слушать несколько раз, если кто-нибудь что-нибудь не понял. А мы идем в цифру номер 4. Сегодня совершенно очевидно, что корпоративный сайт – это неотъемлемая часть любого бизнеса. Смотрите-ка, слово «очевидно» может быть сказуемым, а может быть вводным, да? Каково «очевидно», «очевидно что?» Если мы задаем от слова «очевидно» вопрос к предаточному предложению, значит, это гарантированно сказуемое. Сегодня совершенно очевидно, что очевидно, что сайт – неотъемлемая часть любого бизнеса, да? Смотрите, мои дорогие, значит, «очевидно что?» Соответственно, слово «очевидно» здесь не вводное. Слово «очевидно» здесь сказуемое, поэтому мы только в двойке ставим запятую. А вот по мнению специалистов, по мнению моих родителей, по мнению моих друзей, по мнению моей бабушки, принадлежность, да, кому-то, вот чье-то мнение, это выделяется всегда. Значит, мы запятые поставим, как правильно вы сделали, вот Ксенечка, Румина, да, и многие другие, Артур, да, Олег. Молодцы, молодцы. Два, три, четыре. Вот это предложение гораздо легче. Два, три, четыре. Вот, Владислав, будьте внимательны, хорошо? Вот, перед что? Ну, чаще всего мы запятую ставим. А вот смотрите-ка, вот предыдущее предложение, вот сейчас «возможно внедрение новых разработок не принесет выгоды» и «очевидно». И слово «возможно» и слово «очевидно» может быть как вводным, так и сказуемым, да. Вот, вы знаете, что вводные слова членами предложения не являются. Что мы должны понять? Вот на примерах. «Я, возможно, скоро стану студентом». «Я стану студентом», грамматическая основа. Тогда «возможно» вводное слово, да. «Возможно, что я буду поступать на физфак». Вот если мы от слова «возможно» можем задать вопрос к предаточному, тогда это сказуемое. «Возможно, что я буду поступать на физфакт». Да, тогда это сказуемое. Точно так же и со словом «очевидно». «Я, очевидно, сегодня задержусь и рано не приду». Вот тут вводное, да. «Очевидно, что скоро пойдет дождь». Тогда от слова «очевидно» можно задать вопрос, и это сказуемое. Вот будьте очень и очень внимательны. Ищите грамматическую основу, и если есть свое самостоятельное сказуемое, значит, слова «возможно» и «очевидно» — это вводные слова. А если они сами являются сказуемыми, и от них можно задать вопрос, ну уж тогда запятых ставить не надо. Вот, теперь давайте. Пятое предложение. Если орбиты Луны по каким-либо, пусть даже маловероятным причинам, все-таки отдалиться от Земли на небольшое расстояние, то по мнению астрономов в жизни на Земле грозит катастрофа. Ну вот как приятно, да. По мнению моих родителей, по мнению моей бабушки, по мнению астрономов, по сообщению синоптиков, мы уже медленно привыкаем к тому, что вот такие слова, да, сочетания слов являются вводными конструкциями. Три-четыре выделяем. И давайте мы с вами запишем, что все-таки, посмотрите-ка, слово написано через дефис, это частицы, да. Едва ли в два слова пишется и вряд ли в два слова пишется. Вот частицы все-таки, едва ли и вряд ли, никогда не выделяются запятыми. Они частицы и никогда не являются вводными словами. Вас на этом будут ловить. Едва ли, вряд ли и все-таки, никогда не вводные. А вот по мнению астрономов, по моему мнению, по вашему мнению, по мнению моих родителей, и так далее, да, Елена забыла цифру 3, вот, право Сашенька, Дмитрий, Андрей, Сережа, Анечка, Виктория, вот, ну, молодцы, молодцы, не могу перечислить всех, вас много, это очень хорошо, вот, только 3-4, только 3-4, вот, так, все-таки, Алихан, дорогой, никогда не вводное слово, три частицы, едва ли, вряд ли, все-таки, никогда не вводное, я вам очень советую пересмотреть, я, вы знаете, принесла вам сегодня большой материал с вводными словами, потому что я знаю, что он у всех вызывает затруднения, у всех, пересмотрите, пожалуйста, несколько раз у тех, у кого это не идет, вот, лопата археолога вдруг упирается во что-то твердое, новость, конечно же, сразу разносится по раскопу, все хотят лично убедиться в удаче, вот, посмотрите-ка, слова «вдруг» и «однажды», я надеюсь, что вы все записываете, слова «вдруг» и «однажды» никогда не вводные, никогда, это наречия, они в предложении являются членами предложения, да, это обстоятельства, вот, поэтому запятые мы ставим только в цифрах 3 и 4, как вот Раяночка это сделала, Дмитрий, Аня, да, вот, а вдруг и однажды, запомните, никогда не выделяются запятыми, конечно же, выделили. Теперь давайте седьмое предложение посмотрим. Нам, поверьте, уже казалось под вечер, что мы никогда не найдем дорогу до населенного пункта. Вы знаете, поверьте, мне, поверьте, очень приятно с вами общаться. Я, поверьте, очень тщательно готовлю учебный материал. Вот, поверьте, это вводное слово, да, а вот со словом «казалось» надо разбираться, потому что оно может быть и вводным, и невводным, и все зависит от того, как вы правильно прочитаете и поймете предложение. Нам, поверьте, уже казалось под вечер, смотрите-ка, казалось кому? Нам. «Казалось» — это сказуемое, подлежащего в этом предложении нет, это безличное предложение со сказуемым «казалось», поэтому «казалось» выделять ни в коем случае нельзя, да, Анечка, будьте внимательны. Выделяем только цифры 1 и 2. Вот смотрите-ка, «казалось» здесь сказуемое, «казалось» кому? Нам, «казалось» когда под вечер. Если от этого слова можно задавать вопросы к другим членам предложения, оно вводным не может быть никак, потому что вводное слово не является членом предложения. А я, казалось, сейчас заплачу. Он, казалось, ну что здесь можно придумать, да, он, казалось, сейчас вот убежит и никогда сюда не вернется, да, она, казалось, сейчас затанцует от радости. Вот она затанцует, он убежит, я заплачу. И тогда мы добавляем слово «казалось» в качестве предположения, правда? Вот. Настенька, наберитесь терпения, и про обращение мы тоже поговорим. Смотрите-ка, значит, вот слова «вероятно», слова «может быть», слова «очевидно», «казалось», могут быть и вводными, и невводными, да? Вот это непременно. Вы пока слушайте, мои дорогие, то, что я объясняю, потому что вы можете сейчас волноваться по поводу обращений и пропустите очень важный материал, да, про вводные слова. Про обращение мы с вами поговорим, вы не волнуйтесь. Значит, смотрите-ка, я, казалось, сейчас заплачу, я заплачу, значит, казалось, надо выделять с обеих сторон. А Солнце, казалось, светлым пятном на небе, Солнце что делало, казалось, мы не выделяем, да? Мы не выделяем. Вот, теперь давайте пойдем дальше. Значит, нам, поверьте, уже казалось под вечер, один-два выделяем, и больше ничего. Давайте дальше. Восьмое задание. Солнечное электроэнергия и солнечное топливо, по мнению американских ученых, составят в скором времени альтернативу нефти и газу. Посмотрите, пожалуйста, по мнению американских ученых, по мнению моих родителей, по мнению моих друзей, мы выделяем запятыми всегда. А вот в скором времени, добавьте, пожалуйста, в списочек ложных вводных слов, мы не можем выделять никогда. Мы не выделяем вдруг, мы не выделяем однажды, мы не выделяем в скором времени, потому что это все члены предложения. Ошибок, вот судя по вашим ответам, очень и очень много, мои дорогие. Вот правы те, кто выделил цифрами, кто написал ответ 1 и 2, по мнению американских ученых. В скором времени мы никогда не выделяем, потому что когда составят в скором времени, это обстоятельства времени. Теперь давайте дальше. Профессора интересовало буквально все, что касалось бабочек. Во время экспедиции к великому счастью для себя он обнаружил несколько редких видов. Посмотрите, пожалуйста, к великому счастью для себя, к несчастью, к нашему удивлению. Когда мы говорим о разных оттенках чувств, это обязательно вводные слова, а буквально это ложное вводное слово. Вот мы с вами сегодня говорили, все-таки, едва ли, вряд ли три частицы, никогда не вводные, да? Буквально это ложное вводное слово. Тем не менее, никогда не выделяйте запятыми, хорошо? Вот, и буквально мы запятыми выделять не будем. А вот к великому счастью для себя, 3-4 обязательно выделим. Теперь смотрите-ка, внешний вид изделия может быть решен как в классическом, так и в современном стиле. Вот никогда не выхватывайте глазами только то, что выделено цифрами. Потому что, смотрите-ка, что вид может быть решен, это сказуемое, правда? А вот я, может быть, к вам загляну вечером, здесь может быть вводные слова. Он, может быть, ко мне придет, это вводные слова. Он придет, а может быть, означает предположение. А здесь может быть решен, это сказуемое, да? К счастью, всегда к счастью, к несчастью, к радости, к удивлению, да? Вот выделяем только 3-4, это оттенки чувств. Вот это как раз классические вводные слова. Теперь давайте посмотрим. Вот я вам приготовила большой сегодня материал, приготовила, да, с вводными словами. И мы по нему обязательно тщательно пройдем, торопиться не будем, потому что очень трудный материал и очень много допускают здесь ошибок. Но я вам хочу сказать, что те, кто имеет терпение и медленно сегодня вместе со мной этот материал смотрит и выполняет, да, задание к нему, вот ошибок тогда у вас не будет. Так, Еленочка, дорогая, все сочинения, да, все вебинары по сочинению идут каждое воскресенье. Каждое воскресенье, начиная с 14 мая. Каждый раз мы берем по 3 проблемы к сочинению. Каждый раз в воскресенье мы начинаем в 13.00. Так, теперь смотрите-ка, при обоюдном согласии владельцев земельных участков в качестве ограждения может быть предусмотрено декоративное озеленение. Смотрите, может быть предусмотрено. Это состав сказуемого. Вот я, может быть, приду к вам вечером, я, может быть, прочитаю эту книгу, вы, может быть, завтра придете ко мне, да, слушать очередные три проблемы на ЕГЭ. Вот в тех примерах, что я привела последними, да, это вводные слова. Я, может быть, сейчас заплачу, я, может быть, сегодня почитаю Пушкина, да, это вводные слова. А здесь это состав сказуемого. Вот, высота такой живой изгороди, разумеется, не должна быть менее полутора метров. Вот смотрите-ка, в предложении это само собой разумеется, это состав сказуемого слова, разумеется, я имею в виду, да. Вот, а высота не должна быть менее полутора метров. Здесь есть подлежащее сказуемое, а, разумеется, вводное слово. Значит, мы с вами берем только цифры 3 и 4 в 11. Давайте посмотрим задание номер 12. Югославский астроном Миланкович предположил, что одной из причин циклических изменений климата может быть изменение орбиты вращения Земли. Вы знаете, я за долгие годы вот сделала компиляцию самых ошибкоопасных предложений, которые только встречались на экзамене. Вот отчего так много вам дают предложений со словами «может быть»? Потому что все настолько привыкли к тому, что они вводные, что мало кто читает внимательно и видит, что вот здесь про югославского астронома Миланковича одной из причин может быть изменение орбиты. Здесь опять состав сказуемого. А вот кроме того, мы с вами когда на вебинарах по сочинению разговариваем, то я вам говорил, что кроме того, это замечательное вводное слово. Когда мы пишем комментарии, мы говорим, да, размышляя над этой проблемой, что делает автор? Приводит историю героя, подчеркивает вот это, замечает вот это, размышляет вместе с читателями о том-то, о том-то, а кроме того, запятая, да, подводит нас к выводу о том-то, о том-то и о том-то. Кроме того, замечательные вводные слова, кроме того, лучше использовать, чем слово так же, потому что ситуация волнения, то вы пишете слитно, то раздельно, и ошибаетесь. А вот в словах кроме того, вы не ошибетесь никогда. Нужно только не забыть поставить запятую. Это очень хорошее вводное слово. Три-четыре берем, да? Теперь давайте дальше. Вот одним из факторов возникновения подводных течений является, по мнению ученых, разница температур, да, между арктическими и тропическими водами. По мнению моих родителей, по мнению моих друзей, и по мнению ученых, обязательно вводные слова, обязательно, да? А вот в скором времени еще один пример со словами в скором времени, которые никогда вводными не являются, но так и хотят, чтобы человек ошибся, да, и поставил вокруг запятые. Этого делать не надо. Ни вдруг, ни однажды, ни в скором времени, ни тем, ни менее, да, ни буквально, никогда, якобы никогда не выделяется, да, только один-два. Теперь давайте дальше. Дальше нам уже становится совсем легко. До полной остановки течения гольф-стрим, по мнению некоторых ученых, вот это мы сегодня выучили наизусть. По моему мнению, по мнению моей бабушки, по мнению синоптиков, по мнению ученых, один-два берем обязательно. А вот слово «приблизительно», полная остановка течения пройдет приблизительно через 20 лет, вот мы с вами уже накопили целый список ложных вводных слов, да? Вдруг, однажды, буквально, тем не менее, приблизительно, в скором времени, никогда не являются вводными словами. И плюс еще три частицы, все-таки вряд ли, едва ли. Вот здесь выделяем только 1-2, по мнению ученых, да? Давайте сделаем 15-е задание. К концу 21 века суммарный подъем уровня океана, по мнению ученых, составит 30-50 сантиметров, что вызовет частичное затопление многих прибрежных территорий. Такой прогноз вряд ли можно назвать обнадеживающим для населения прибрежной Азии. Посмотрите, мои солнышки, вот не успели мы с вами повторить, что ни одна из частиц вряд ли, едва ли и все-таки, да, не выделяется запятыми, как нам это тут же попалось. Тут же. Вот эти частицы вряд ли, едва ли и все-таки попадаются в двух блоках, слитно-раздельно, когда надо помнить, что вряд ли, едва ли пишется раздельно, а все-таки через дефис, и в блоке вводные слова, когда надо знать, что это частицы, и запятыми они ни в коем случае не выделяются. По мнению ученых, конечно. Теперь давайте дальше. Последние четыре месяца наше конструкторское бюро разрабатывает проект легкого танка, который может быть использован при проведении военных операций в городе и без сомнения необходим нашей армии. Смотрите, который – это подлежащее, да? Заменяет слово «танк» в главном предложении. Может быть использован – это состав сказуемого, поэтому слова «может быть» никак не могут быть вводными словами, да? Одно дело, я, может быть, приду к вам в гости, я приду, и может быть вводное, а здесь «может быть использован» – это сказуемое, а без сомнения, конечно, вводные слова. Конечно, вводные слова, да? Вот, теперь давайте дальше. Вот вы знаете, когда вы пишете, что оно чувствуется, вы знаете, на одной интуиции нельзя строить свои ответы, потому что интуиция – это великая вещь. Это замечательно и хорошо, да, если интуиция подсказывает, но нужны знания, да? Вот если не знать, что слова «вдруг», «однажды», «тем не менее», да? Я навязчиво повторяю, чтобы вы запомнили буквально, якобы, да, не являются вводными, то интуиция может подвести. В ближайшие сутки, по информации гидрометцентра в Москве, возможно, резкое похолодание и выпадение снега. Вот каких предложений я боюсь. По информации седоптиков, по информации ученых, по информации гидрометцентра, конечно, мы выделим, правда, один-два. Но, смотрите-ка, здесь любопытно слово «возможно», потому что оно может быть и вводным, и невводным. Помните, я вам говорила, я, возможно, к вам приду в гости, я приду. А вот здесь это вводное слово или состав сказуемого. Похолодание и выпадение каково? Возможно. И возможно – это сказуемое, потому что похолодание и выпадение – это подлежащее, а похолодание и выпадение – да каково «возможно». Вот это никакое невводное слово. А я, возможно, сегодня сяду и прочитаю какую-нибудь книжку хорошую, вот там это вводное слово. Поэтому только один-два. Давайте дальше. Сокращение производства будет производиться, по мнению нашего аналитического отдела, в несколько этапов, между которыми возможно даже некоторое повышение деловой активности и рост выпуска продукции. Посмотрите, по мнению нашего аналитического отдела, вы уже привыкли к таким примерам, по моему мнению, по вашему мнению, по мнению моих родителей, выделяем непременно. А вот со словом «возможно» надо разбираться, и разбираться очень тщательно. Смотрите, где здесь подлежащее повышение и рост каково «возможно». Значит, это снова сказуемое. Вот обязательно будьте очень и очень внимательны. Вот, я, возможно, скоро стану студентом. Вот я наверняка стану студентом, это наша с вами ситуация, вы все наверняка станете студентами, да? Вот, наверняка это не вводное слово. Я стану студентом как? Наверняка. Да, это обстоятельства, образа действия. Я, вероятно, скоро стану студентом. Вот это вводное слово. Оно обозначает неуверенность, робость, да? Поэтому мне больше нравится пример «я наверняка стану студентом». Тут, там не надо ставить запятых, потому что наверняка это не вводное слово. Вот, поэтому смотрите, значит, 1, 2 мы выделяем запятыми в 18 номере, да? А 3, 4 это сказуемое, не выделяем. Давайте дальше. Финансирование будет прекращено, так как по мнению экспертов, ну уж это точно вводные слова, правда? Вот, по мнению экспертов, 1, 2, да? Товар может быть опасным. Смотрите-ка, товар каков? Может быть опасным. Снова состав сказуемого. Вы знаете, вот, когда на экзамене вам предлагают один пример, можно бегло прочитать и дать неправильный ответ. Ну, после того, как мы с вами сегодня взяли очень много примеров, да, с повторяющимися, может быть, я думаю, что теперь вы навсегда запомните, что когда-то надо выделять, а когда-то не надо, да? Это только 1, 2. Теперь давайте дальше. Корнеев может быть грубым и бесцеремонным. Вот снова это навязчивое может быть. Подлежащее Корнеев. И вот Корнеев может быть грубым и бесцеремонным. Конечно, это состав сказуемого, да? И запятую мы, естественно, запятые в цифре 1 и в цифре 2 не ставим. А дальше у нас, чтобы мы с вами не забыли, встречается слово «однако». Он, однако, никогда не станет говорить неправду. Вот смотрите-ка. «Однако» стоит не в начале предложения. Значит, это не союз «но». Видите, вы здесь никак не замените на «но». Он, но, никогда не станет говорить неправду, да? Вот, поэтому здесь это вводное слово. И мы с вами ответ, да? 3-4. 3-4. Вот Ксенечка дает прекрасный пример. Я, может быть, не права, но я хотела бы вам возразить, да, Ксень? Вот умница моя, и тогда у Ксенечки может быть классические вводные слова. А Румина, умница, посмотрела и написала правильно слово «однако», в данном случае «водное». Я еще раз напоминаю, если слово «однако» вы можете заменить на «но», тогда это сочинительный союз, и мы только перед ним ставим запятую, а после «нет». Так, теперь давайте дальше. Вот не успела я вам сказать, что слова «буквальные» и «якобы» — это ложные вводные слова, их выделять не надо. Тут же нам слово «якобы» и попалось. Он якобы закончил физический факультет. Но, по моему мнению, уж три-четыре надо точно выделить, правда? А слово «якобы» запишите себе, пожалуйста. Ни буквально, ни якобы, ни тем не менее. Да, выделять запятыми не надо. Смотрите-ка, Евгений Викторович по памяти цитировал древнегреческих, французских и английских классиков. Владел к тому же пятью языками в совершенстве, то есть, иными словами, был чрезвычайно образованным человеком. Вот давайте мы с вами запомним, что «то есть» был чрезвычайно образованным человеком. Иными словами, это у нас с вами вводная конструкция, да, три-четыре. Вот, обязательно. Это вводные слова. А к тому же «никогда». Вот кроме того, я хотел бы напомнить об этом, кроме того, он сообщает читателю о том, кроме того, пришли еще мои друзья, кроме того, это всегда вводное слово, и прекрасно его используют в сочинении. А к тому же «никогда». Никогда. То есть, только три-четыре. Давайте дальше. Дальше, смотрите, я, право, не осознавал тогда всю серьезную сложившуюся ситуацию. И вот я очень хочу, чтобы вы запомнили, что «право» – это устаревшее слово. Вы теперь так не говорите. Никто не говорит. Я, право, и не знаю даже, что вам сказать. «Право» – это вводное слово, устаревшее слово. Запомните, пожалуйста, что надо с обеих сторон выделять запятыми. Теперь смотрите-ка, здесь есть «и однако». Но вас спрашивают не про «однако», потому что запятая уже стоит. Вот, я не осознавал тогда всю серьезность сложившейся ситуации «один-два выделим», но едва ли это может служить моим оправданием. «Однако» в значении «но». Видите? После «однако» запятая стоит, потому что «однако» сочинительный союз, стоящий в начале второго простого предложения. Вот, а едва ли, едва ли частица, и мы не имеем права выделять ее запятыми. Во-первых, здесь вы знаете «однако» сочинительный союз, до него ставим, а после нет, и едва ли не выделяем частицу никогда. Только «один-два». Запомните, я права, не могу вам ничего на это ответить. Вот, теперь вас всех волнует ситуация вот этого года. Добавили обращения. Вот для того, чтобы правильно разбираться с этим материалом, мы с вами должны всего-навсего вот эти обращения в тексте узнавать. Знаете, на чем вас будут ловить? Вот, например, наши ученики. Вот, ну, я бы сказала, вы, Руминочка, чаще всего правильно отвечаете, да? Вы, Сережа, ошиблись, например, вот с таким ответом. Смотрите, что здесь является обращением? Обращением является Руминочка, обращением является Сережа, но ни в коем случае не местоимение «вы». Вот давайте об этом поговорим. На чем вас будут ловить? Вас будут ловить на том, что можно решить, что «ты» и «вы» — это обращение. Например, «ты, мой зайчик, скажи, пожалуйста», да, вот, который сейчас, сейчас. «Ты, мой зайчик, скажи, пожалуйста». Вот «ты» — это не обращение, обращение «мой зайчик», потому что «ты» — это подлежащее, да, «скажи» — это сказуемое. Вот обращение, как и вводные слова, не являются членами предложения, поэтому, когда вы видите «ты» и «вы», знаете, что это подвох, да? «Вы, мои дорогие, прекрасно сдадите экзамены и станете студентами». Где обращение? Никак не «вы», да? А «мои дорогие», вот где обращение. «Вы, мои дорогие, прекрасно сдадите экзамены». Кто «вы», вы что сделаете, сдадите. Вы всегда посмотрите, вот посмотрите, как Даня замечательно написала. «Вы, запятая, Руминочка, запятая, скоро станете студенткой». Вот, Данечка, замечательно, да? Вот как раз «Руминочка» — это обращение он взял в запятые, а Румина, предположим, ему ответит. «И вы, Даня, тоже скоро станете студентом». «Вы» — это не обращение, обращение Даня. И «вы, запятая, Даня, запятая, тоже скоро станете студентом», да? Даже сомневаться в этом не надо. Главное — вот переплыть вот эту тяжелую полосу, да? Вот сейчас уже ко мне с утра приходили мои ученики, делились впечатлениями, кто уже сдал информатику, кто сдал базовую математику, и все рассказывали, кто-то был спокоен на экзамене, а кто-то страшно волновался. И вы знаете, вот одна из моих учениц мне рассказала, что я уже теперь не экзамена боюсь, а я боюсь, что опять будет паника, которая со мной случилась на базовой математике. У нее от этой базовой математики ничего не зависит, она будет поступать на исторический факультет. И вдруг, вы знаете, даже не сразу, вот через, она говорит, минут 20, ее охватила такая паника, что она едва не ушла с экзамена. Вы знаете, я вам хочу сказать, что очень важно, очень важно побывать в ситуации экзамена. Один раз или два. Вот всегда был русский язык первым экзаменом, и я страшно переживала, потому что стресс был именно на первом экзамене. Когда вы уже начинаете сдавать, и были на первом экзамене, и на втором, то вам уже потом море по колено. На третий экзамен вы уже идете очень и очень спокойными. Вот, берегите себя обязательно. И обязательно сами с собой разговаривайте, что бояться мне нечего. Я уже это видел все 20 раз, я это уже делал 30 раз. И знаете еще, что очень помогает? Попробуйте сказать, а как бы это задание решила Людмила Викторовна? Знаете почему? Потому что у вас уже, что называется, глаз замыленный. Вы знаете, что значит это выражение. Вы уже первое задание сделали, второе, седьмое, вы уже подползаете к 24, вы уже устали, вы волновались. Потом вы знаете, когда человек страшно волнуется, он закончил решать седьмое задание, он выдохнул, и может расслабиться, а расслабляться нельзя. И когда вы будете проверять, или когда что-то вот такое, вот, например, ну, вот попалось что-то с обращением, попробуйте себе сказать, а как бы это задание решила Людмила Викторовна? Знаете, это почему помогает? Потому что вы представляете вместо самих себя меня и становитесь в два раза более сосредоточенными. и уже смотрите не своими глазами, да, вот, а моими. Попробуйте, попробуйте. Вот вы знаете, очень здорово помогает. Мои ученики говорят, что у них еще и моим голосом возникает какая-то подсказка, потому что наша голова устроена так, что если вы когда-то слушали меня, вот те, кто слушали, все наши восемь занятий. Конечно, вы знаете, вы очень многое запомнили. И скажите, как бы решила Людмила Викторовна, как бы это задание решила моя учительница? И тогда вы знаете, вот ваша голова, она сыграет в это, да, она посмотрит глазами учительницы или моими глазами, и вам будет легче. Вот, хорошо. Теперь давайте-ка мы... Тогда после междометия, руминочка, вы ставите, да, запятую, и вводное слово выделяете, междометия выделяются запятыми. Если междометия и вводное слово, да, о, мой волшебный сад, да, о, запятая, мой волшебный сад, запятая, да, но о, это не междометия, это восклицание, да. Так, Димочка, дорогой, но экзамен по литературе, он совсем другой, он совсем другой. Сказать, что он сложнее или он проще, чем русский язык, так просто вопрос нельзя поставить, да, потому что кто готов к экзамену по литературе, тому он может показаться легче, чем русский язык, а тому человеку, кто лучше готов к русскому языку, ну, покажется, что русский язык легче. Какой экзамен кажется легким, к которому вы хорошо готовы? Вот, вот Раяночка уже выучила мои фразы, молодец. Вот, Дим, сейчас уже, вот, надо идти на экзамен и постараться быть внимательным. Вот это единственное, да, вот, что я могла бы вам посоветовать. Потом, вы знаете, очень важно вот что. Дело в том, что результаты экзамена приходят накануне предыдущих, простите, накануне следующих экзаменов. Например, вы вечером узнаете, что вы получили не тот балл, который вы ожидали, а гораздо, вот, более, да, так сказать, вот, маленький. И вы страшно расстраиваетесь, вы не спите ночь, начинается паника, вы идете на следующий экзамен, а результаты всегда вывешивают очень поздним вечером. Человек расстроился, сбит с ног, он не ожидал, результат у него не такой, да, каким он его представлял. Он не спит ночь и идет и заваливает следующий экзамен. Вот такие случаи бывают. Вы знаете, вы сейчас должны себе сказать следующее. Конечно, я надеюсь на хороший результат. Я все сделал для того, чтобы этот результат был хороший, но этот экзамен уже позади. Расстраиваться из-за него, что-то изменить уже невозможно, да, и расстраиваться из-за него не стоит. Предположим, вы увидите не тот балл, которого вы ожидали. Безусловно, вы расстроитесь, но вы должны себе сказать, я не должен впадать в истерику. Я должен завтра пойти на экзамен, и я должен быть бойцом. Я должен следующий экзамен сдать хорошо. Я должен еще один экзамен сдать хорошо. Ни в коем случае не поддавайтесь панике. Ни в коем случае. Потому что, вы знаете, бывают разные ситуации. Вот вам казалось, что вы все правильно сделали, а потом, оказывается, батюшки мои, а какие-то там ошибки вкрались. Не позволяйте себе распускаться и не поддавайтесь панике. 10 дней обычно проверяют. Проверяют обычно 10 дней. И я вам хочу сказать, что были случаи, когда ожидаешь хорошего результата, а результат приходит совсем не такой. И человек идет, и еще второй экзамен плохо сдает, и еще больше расстраивается. Но я вам хочу сказать, что у меня самый ближайший пример прошлого года. Ученица последний экзамен по-английскому сдала так хорошо, что он ее и вытащил. И она сейчас студентка хорошего вуза. Понимаете? Ведь экзамен – это прежде всего сумма знаний. Прежде всего. На втором месте, безусловно, внимательность. Ну и, конечно, вы знаете, хочется, чтобы вам всем повезло. Ну а что делать, если не везет? Идти до конца. Идти до конца. Ни в коем случае не терять веру в успех. Потому что вас вынесет на последней волне обязательно. Я сколько раз вам говорила, оглянитесь кругом, все студенты. Все студенты. Вот. Теперь давайте дальше. Предыдущие вебинары на ЕГЭ, на Яндекс.ЕГЭ. Да? Вот. Обязательно поищите. Наше занятие происходит на Яндекс.ЕГЭ. И посмотрите, пожалуйста, очень полезные получились вебинары. Очень полезный материал, большой собран. Все по делу, ничего лишнего там нет. А теперь давайте вернемся к обращениям. Вот смотрите-ка, Людмила Викторовна, скажите, где можно найти ваши вебинары. Где обращение, Людмила Викторовна? Вы, Людмила Викторовна, еще не рассказали нам о 24-м задании. Вот вы не является обращением, потому что вы не рассказали. А Людмила Викторовна, это обращение. Вот. Москва, Москва. Люблю тебя как сын, как русский. Да? И так далее. Вот. Москва обращение. Ты, красавица моя, снова забыла ручку. Ну, предположим, там учительница говорит, ты, красавица моя, словно снова забыла ручку. Ты забыла, а вот красавица моя, это обращение. Вот. Я хочу вам сказать, что ловить вас будут на местоимениях ты и вы. Вот вам нужно только внимательно прочитать, и в соответствии с правилами обращение выделяется запятыми. Да? Вы, братья мои, например, по отношению ко мне совсем не правы. Вы, братья мои, по отношению ко мне совсем не правы. Братья моего обращения, а вы это нет. Так. Шанс пересмотреть вебинары обязательно будут. Обязательно будут. И советуйте, пожалуйста, своим одноклассникам, советуйте, пожалуйста, тем, кто только переходит в одиннадцатый класс, пересмотреть эти вебинары, потому что вот такое, такая возможность будет. Потому что вы уже сейчас в ситуации экзаменов, которые идут до день за днем, а счастливые десятые классы все лето можно пересматривать эти вебинары. Вот. Теперь, О, мой дивный сад. О, запятая, мой дивный сад, запятая. О, Сонечка, я надеюсь, что вы хорошо напишите сочинение. О, запятая, Сонечка, запятая, да, я надеюсь, запятая, что вы хорошо напишите сочинение. И вот вы не является обращением, только Сонечка. Да? Вот. О, запятая. Вот. Вот, пожалуй, и все, да? Теперь давайте посмотрим не менее важный для нас материал – стык союзов. Это блок 19. Давайте-ка мы с вами посмотрим. Раздались пушечные выстрелы, и когда дым рассеялся, то стало видно, что пехота двинулась в атаку. Расстаньтесь теперь с вводными словами. Давайте мы с вами посмотрим, как ставятся запятые на стыке союзов. Задание номер 19. Прежде всего надо разобраться, как построено предложение. Посмотрите-ка, раздались пушечные выстрелы, и надо посмотреть, что присоединяет союз «и». Выстрелы раздались, и стало видно. Вот союз «и» присоединяет не второе предложение «дым рассеялся», не четвертое предложение «выстрелы раздались, и пехота двинулась», а третье. Как это доказать? Раздались выстрелы, и стало видно. Стало видно, когда? Когда дым рассеялся. И стало видно, что? Как ставить запятые? Значит, в единице мы поставили запятую, потому что у нас две грамматических основы. Выстрелы раздались, и стало видно. Стало видно безличное предложение, значит, в единице мы ставим запятую. Теперь стало видно, когда? Когда дым рассеялся. Вроде бы надо выделять предаточное времени. Но в двойке запятую мы не имеем права ставить, потому что вторая часть союза, когда то, ушла в третье предложение. И есть такое правило. Если есть то или но, а это вторая часть союза, в данном случае союз у нас когда то. Вот если у нас есть то, то на двойке, на месте стыка союзов, мы не имеем права ставить запятую. Здесь ответ 1, 3, 4. 1, 3, 4. Давайте дальше. Над морем вставало солнце. И когда Саша посмотрела на башню маяка, то она заметила, что свет там давно уже не горит. Дашенька, 18-е задание мы разбирали в прошлый раз, в прошлую субботу. Смотрите, пожалуйста, вебинар номер 6, 18-е. Вот, теперь Настя правильно пишет, да, если есть то, есть но, есть так, то запятая не ставится. Совершенно Настя права. Давайте дальше. Солнце вставало, и что присоединяет союз и? Она заметила. Вот тогда мы имеем полное право в единице поставить запятую. Теперь она заметила когда, когда Саша посмотрела на башню маяка. Вроде бы надо выделять предаточное времени, но мы знаем, что когда то, то у нас уехало в третье предложение, значит, на месте стыка союзов и когда запятую мы ставить не можем. Значит, у нас ответ 1, 3, 4. 1, 3, 4. Вы правильно отвечаете. На собрании Садового товарищества обсуждался вопрос о том, что если не заменить электрические столбы, то зимой поселок может остаться без света, потому что старые опоры совсем сгнили. Смело можем ставить в тройке, да, поселок может остаться без света, перед то ставим. Смело ставим в четверке, потому что опоры совсем сгнили. А вот в единице и в двойке надо думать. Обсуждался вопрос о том, о чем. Значит, в единице ставим запятую. А вот в двойке не ставим, потому что у нас есть то. У нас союз что? То и то оторвалось. 1, 3, 4. А вот теперь мне очень интересно, как вы поставите запятые в предложение про молодого артиста. Давайте почитаем. Молодой артист сильно расстроился из-за неудачного выступления. И когда номер закончился, не решался поднять глаза, чтобы не видеть насмешки на лицах зрителей. Вот это предложение очень коварное. Почему? Потому что артист расстроился и... И надо поискать, что присоединяет и. И не решался поднять глаза. Вот молодец Раяна, которая написала, что в единице мы не должны ставить запятую. И Петя умница. Вот вы все молодцы, потому что смотрите, как вы хорошо сориентировались. Артист расстроился и не решался поднять глаза. Вот почему я всегда настаиваю, а ошибки вот уже теперь пошли, да? Почему я всегда настаиваю на том, правильный ответ 2, 3, 4, чтобы вы обязательно посмотрели, что присоединяет союз И. Видите, артист расстроился и не решался поднять глаза. Два однородных сказуемых. И запятой в единице не будет. А так как здесь нет ни то, ни так, когда, ни но. Везде ставим 2, 3, 4. Большинство из вас ответили правильно. Теперь давайте дальше. Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Это предложение из мертвых душ. Имеется в виду Чичиков, который струсил, да? И, давайте искать, что присоединяет И. И он все еще поглядывал назад со страхом, да? Он поглядывал со страхом, несмотря на что. Хотя деревня Ноздрева давно унеслась. И со страхом каким, который никак не хотел проходить. Значит, у нас в единице обязательно должна стоять запятая, потому что у нас И соединяет два простых предложения, да? А вот дальше у нас И хотя. У нас, видите, что получается на стыке союзов, да? И хотя. У нас есть НО. Вторая часть союза «хотя» оторвалась и уехала в третье предложение. Поэтому в двойке мы не будем ставить запятую. Раяночка дорогая. Посмотрите, пожалуйста, в двойке. Вот у нас предложение. Герой наш трухнул однако же порядком. Никогда не надо ставить запятую, потому что у нас есть НО. Вот запомните. То, но, так как. Да? Ни в коем случае не ставьте запятую на стыке союзов. Один, три и четыре. Будьте внимательны. Посмотрите, пожалуйста, вот в этом предложении опять слово «однако ж». Однако же, да? Усеченная частица Ж. Вот оно здесь вводное слово. Мы здесь не можем заменить союзом НО, правда? Герой наш трухнул, но порядком. Также нельзя. И если нельзя заменить на союз НО, и если это стоит в середине предложения, это классическое вводное слово. Поэтому с обеих сторон выделяем запятыми. Один, три, четыре, да? Давайте дальше. С вечера дует северный ветер и... Давайте смотреть, что же присоединяет союз И. И если погода не улучшится, то Баркасу придется остаться в бухте, чтобы пережать шквал. Ветер дует и придется остаться. Безличное предложение. Придется остаться при каком условии, если погода не улучшится. Придется остаться зачем, чтобы переждать шквал. Значит, мы с вами в единице ставим запятую, да? В тройке гарантированно перед то, в четверке перед чтобы, а в двойке не ставим, потому что у нас есть то, оторвавшаяся часть союза. Значит, один, три, четыре. Один, три, четыре. Как у Виктория, как у Сережи, как у Данечки. Молодцы. Всех не могу перечислить, да? У Тагира все правильно. Молодцы. Так, вот давайте посмотрим на пример, который прислала Настенька. Утверждают, что бразильские карнавалы восхищают и завораживают. И когда мы впервые увидели его неповторимую яркую окраску, то сами убедились, в чем мы убедились, насколько правы были очевидцы. Посмотрите, на стыке союзов у Насти правильно нет запятой и когда, потому что дальше есть то, а Настю, очевидно, смущает, почему в пятом запятая. То сами убедились, в чем, насколько правы были очевидцы. Очевидцы были правы. Вы же должны эту грамматическую основу отделить, правда? Очевидцы были правы. Убедились в чем, насколько были правы очевидцы, насколько это союзное слово, которое привязывает предаточное предложение к предыдущему, да? Но самое-то главное, вы можете не помнить всех союзных слов и союзов, но вы всегда посчитайте грамматические основы. Очевидцы были правы. Вы же должны это отделить, поэтому в цифре 5, Настюш, конечно, должна быть запятая. Это никакое не уточнение. Вообще, я вам хочу сказать, что уточнение, вот этот термин мы можем употреблять только, вы знаете, в одном случае, когда одно обстоятельство уточняет другое. В Москве на патриарших прудах катаются зимой на коньках. Где в Москве, где на патриарших прудах. Вот только когда речь идет про два обстоятельства, одно из которых уточняет другое, тогда мы можем использовать термин уточнение. А так, вы знаете, вот вы все очень любите говорить, вот почему вы поставили запятые, уточнение. Нет, вот если вы не можете объяснить, зачем нужна запятая, лучше ее не ставьте. В Настином примере, да, очевидцы были правы. Мы должны отделить эту грамматическую запятую. Мы все убедились в том, в чем, насколько были правы очевидцы. Да? При причастном обороте, при идее причастном всегда можно объяснить запятые, правда? Вот, никогда не говорите, мне показалось, что это уточнение, поэтому я выделил запятыми. Отсюда вот эти ошибки. Однажды я гулял по лесу. Однажды это никакое невводное слово, да? Вот, давайте дальше. Чувство свобода переполняло нас. И как только мы ступили на палубу теплохода, каждая струнка нашей души пела тем звонче и радостнее, чем дальше пароход удалялся от знакомых берегов. Чувство свобода что делало? Переполняло. И струнка пела. Значит, в единицу надо ставить запятую. Каждая струнка пела когда? Как только мы ступили на палубу теплохода. Выделяем. Да? Вот. И смотрите-ка. Пела тем звонче и радостнее, чем дальше пароход удалялся. Вот в цифре 4 обязательно ставим запятую, потому что дальше-то идет грамматическая основа, пароход удалялся. Так. Как трудно к вам обращаться, когда вы пишете не имена, а нечто совсем другое. Даже не знаешь, как по имени-то к вам обратиться. Значит, ребята, правило такое. Если есть то, если есть но, есть так, как запятая на стыке союзов не ставится. Я уже сейчас не могу повторять еще раз, потому что я всех задержу, но у вас есть возможность повторить и еще раз послушать. Да? На стыке союзов запятая не ставится, когда вторая часть союза, то, но, так уходит в другую часть предложения. Вот про чувство свобода мы ставим запятые везде. Почему? Потому что если бы было то, каждая струнка души пела, тогда бы мы его в двойке не поставили. То, каждая струнка души пела, да? Тогда бы мы в двойке не поставили запятую. А так, вы знаете, нет ни то, ни но, значит, везде надо ставить запятую. Спасибо, моя зая. Я тогда буду знать, что вы Алиса. Спасибо. Так, мы слишком рано приехали в порт, и чтобы скоротать время до отправления теплохода, отправились в ближайшее кафе, где можно было спокойно выпить чашечку кофе. Мы приехали и, смотрите, какое предложение, и ищем, что присоединяет и. И отправились, да? Значит, в единицы не надо ставить запятую. Мы слишком рано приехали в порт и отправились. Отправились когда? Чтобы скоротать время до отправления теплохода. Вот тогда, вы знаете, в двойке уж точно надо ставить, и в тройке надо ставить, потому что если бы было то, отправились, тогда бы мы не поставили в двойке на стыке союза. Здесь нет ни то, ни но, ни так как. Смотрите-ка, а в кафе какое, где можно было бы спокойно выпить чашечку кофе? Можно было выпить. Безличное предложение. Безличное, да? Поэтому четыре надо запятую ставить. Значит, смотрите, почему мы не ставим запятую в единицу? Мы приехали и отправились. Однородное сказуемое. Да? Значит, в единице нет, а два, три, четыре ставим. Молодцы. Молодцы, вы со мной совпадаете. Молодцы. Положение наше незавидное. Если море не успокоится, то ни один рыбак не согласится везти нас на ялике за мыс Айя, откуда только и можно добраться до лагеря. Вот даже не зная правил, считайте грамматические основы. Альберт, имейте терпение, мы дойдем до задания 20, тогда я отвечу на ваш вопрос, хорошо, а вы мне напомните. Вот, смотрите-ка. Положение каково незавидно, одна грамматическая основа, и ни один рыбак не согласится везти. Тогда мы в единице ставим, правда? Положение незавидно, и ни один рыбак не согласится. Конечно, мы в единице ставим запятую. Ни один рыбак не согласится везти при каком условии? Если море не успокоится. Но у нас есть то, поэтому на стыке союзов и если, мы не можем с вами поставить запятую. Да? Значит, один, три, четыре. А откуда в четверке запятая не согласится везти нас на ялике за мыс Айя? Какой мыс? Откуда только и можно добраться до лагеря. Да? Вот таким образом. Теперь давайте сделаем последнее предложение. Если вы хотите еще потренироваться, материал у вас остается, и тренируйтесь. И я вам еще хочу сказать, что у нас на предыдущих вебинарах, вы знаете, две очень хороших диагностики, которые охватывают только пунктуацию на ЕГЭ, 15-19 включительно. Вот если у кого не ладится с запятыми, посмотрите, на прошлых занятиях были выложены две диагностики замечательных совершенно. Только пунктуация 15-19 включительно. Завтра же приступайте к работе и обратитесь. Смотрите, вы приступайте и вы обратитесь. Вот в единице мы не ставим запятую, да? А обратитесь при каком условии, если вам понадобится дополнительная информация. И обратитесь с какой целью, чтобы получить любые документы. Вот мы будем ставить запятые, 2, 3, 4. Так, теперь, вот остальные задания я вам оставляю для самостоятельного прорешивания, если вдруг у кого что-то не получается. И напоминаю, что в вашем распоряжении есть еще две диагностики. Так, вот, теперь давайте дальше. Давайте дальше. Вот смотрите-ка, здесь очень хороший материал, очень-очень хороший, который я долго-долго собирала вот для вас. И это все ошибкоопасные такие случаи из предыдущих экзаменов, да? Вот, теперь смотрите-ка, дальше. Дальше мы давайте посмотрим вот на что. У нас с вами есть задание 21, которое мучает всех. Вот повествование, рассуждение или описание. Вот я об этом очень хочу с вами поговорить. Посмотрите, пожалуйста. Значит, никогда не путайте литературные, литературоведческие термины, простите, повествование, описание и рассуждение с тем, что происходит в жизни, когда мы употребляем слова, кто-то рассуждает или кто-то что-то описывает. Смотрите, повествование – это действие героя. Там много глаголов. Вот, например, вы сегодня встали, позавтракали, может быть, даже успели немножко погулять сегодня суббота, а потом пришли, и мы с вами вместе участвуем в вебинаре. Это повествование, это действие героя, да? Я сегодня провела занятия со своими учениками, потом успела выпить чашку чая, потом села на метро, доехала до станции парк культуры, пришла к вам и веду сейчас с вами вебинар, который касается тестовой части. Это повествование, это ваши действия, это мои действия. Как же хочется, чтобы вы стали студентами, как же я за вас переживаю. Вот это уже мои рассуждения на тему моих волнений. Признаком рассуждения, вы знаете, очень ярким являются вводные слова. Как только вы видите вводные слова, это рассуждение. По дороге я увидела березу. Вот это повествование. Как же я люблю природу, как же мало в Москве осталось деревьев. Это мое рассуждение. Береза высокая, белоствольная, с плакучими, прекрасными, роскошными ветвями. Она зацвела. Вот это описание березы. Теперь давайте посмотрим на задание 21 к этому тексту. В предложении 3 содержится пояснение того, о чем говорится в предложении 2. Давайте посмотрим. Вот предложение 2. Еще засветло позапрошлым вечером мы погрузили на корабли, прибывших накануне десантников. Когда покидали базу, погода была сносной, а потом испортилась. Предложение 3, ну, никак не поясняет содержание предложения 2. Теперь смотрите, шли большие военные учения. И мы, моряки, в них участвовали. Это повествование. Потому что передаются действия героев. Учения идут. Мы, моряки, в них участвовали. Это повествование. Мы погрузили на корабли, прибывших накануне десантников. Мы вышли в море. Это повествование. Когда покидали базу, погода была сносная, а потом испортилась. Это повествование. Описание, ребята, если начинается... Вы знаете, вот я вам привела пример про березу. Или, например, вот по улице идет собака. Это повествование. Она думает о том, что хорошо бы, если бы кто-то угостил ее сосиской. Это рассуждение. Собака большая, белая, хвост колечком. Одно ухо черное. Вот это описание. А повествование – это глаголы. Когда вы знаете действия героев. Теперь дальше. Налетел ветер. Повествование. Пригнал громадную тучу. Хлынул проливной дождь. Вот смотрите-ка, вы обратите внимание, что здесь ветер налетел, туча, ветер же пригнал, да, и дождь хлынул. Это повествование. Мы не можем сказать, что автор описывает. Нет, автор, вы знаете, как раз рассказывает нам о том, какая была погода. Это повествование, это действие ветра, это действие дождя, да. Вот ветер налетел и пригнал тучу, а дождь хлынул. Но здесь повествование с элементами описания, да, потому что дождь проливной, а туча громадная. Вы обращали внимание в заданиях? Либо вам говорят, что представлено повествование, либо говорят, что содержит, содержит описание. Вот если содержит, как в четвертом предложении, да, ветер налетел, повествование, а громадная туча – это уже элементы описания. Да, бывает смешение. Вот. Так. Дашенька, ну, вы знаете, это очень такой подход спорный, конечно. Теперь давайте дальше. Вот когда мы уже высадились на берег, повествование, радист обратился ко мне, повествование, да. Теперь давайте дальше. Давайте дальше посмотрим на наше задание. Вот предложение 16.18 содержат, не представлено описание целиком, а только содержат. Содержат это элементы. Давайте посмотрим. 16.18. Там светлел горизонт. Чуть заметная, слабенькая, белая полоска отделяла небо от моря, а море и небо были еще темно-серыми, почти черными. Горизонт светлел – это повествование. Полоска отделяла небо от моря – это повествование, но полоска чуть заметная, слабенькая, белая. Это уже элементы описания. Море и небо темно-серые, почти черные – это описание. Значит, предложение 16.18 содержит описание. Теперь давайте дальше. 24.26 представлено рассуждение. 24.26. Странно как-то все устроено в природе. «Недавно лил дождь, небо было запятнанно тучами, и вдруг все куда-то исчезло. Природа любит целесообразность и все уравновешивает по своим законам, а человек…» И вот это, мои дорогие, в чистом виде рассуждения и никак не повествование. Потому что, смотрите, странно все как-то устроено в природе. Вот это кто размышляет? Размышляет рассказчик. Это его рассуждение. «Недавно лил дождь, небо было запятнанно тучами, и вдруг все куда-то исчезло». Вот дождь лил, небо было запятнанно – это повествование. Но вы видите, что это повествование стоит после двоеточия. Это рассказчик размышляет о том, как странно все устроено в природе. Потом он думает о том, что природа любит целесообразность и все уравновешивает по своим законам. А человек – это у нас с вами размышления, рассказчика. Это в чистом виде рассуждения, конечно. Да? В чистом виде рассуждения. Теперь давайте дальше. 40-41 представлено повествование. Давайте посмотрим. «А у меня на душе было скверно. Скверно от того, что мы всего за несколько часов огнем и железом исковеркали большой участок земли». Посмотрите, пожалуйста. А у меня на душе было скверно. Это рассуждение рассказчика. Это не действия героя. Это не шли учения. Вот смотрите, 38. «Противник еще не раз пытался опрокинуть нас в море. Противник пытался опрокинуть». Повествование. «Морские пехотинцы стойко держались и даже медленно вклинивались в оборону врага». Повествование. Это действия героя. Это глаголы. В полдень десантники штурмом взяли важную высоту и закрепились на ней. Это повествование. «А у меня на душе было скверно». А дальше еще рассказчик делится с нами своими переживаниями. «Скверно от того». Видите, от того слитно, потому что можно заменить на слово «потому». «Скверно от того, что мы всего за несколько часов огнем и железом исковеркали большой участок земли». «Цветы и траву превратили в пепел». «Землю исполосовали гусеничными траками». Смотрите-ка. Вот это размышление рассказчика. И это рассуждение. Это рассуждение. Теперь давайте дальше. В предложениях 44-48 представлено повествование. 44-48. «Я с детства люблю землю». Вот даже по первой фразе. По первой фразе видно, что рассказчик делится с вами своими переживаниями. А в 45-м предложении яркое слово «может» вводное. Как только вы видите вводные слова, это точно рассуждение. «Я с детства люблю землю». Может, потому, что в деревне вырос, и земля всегда мне виделась такой доброй и щедрой, что ее нельзя не лелеять и не беречь. Вот это рассуждение рассказчика. Вы, пожалуйста, запомните, что повествование – это действие героя, это сплошные глаголы. Вот, смотрите. Давайте посмотрим. «А тут на моих глазах лыселого горала, трескалась земля». Конечно, это повествование, земля трескалась. А вот дальше, 50-е, «Мне трудно было совместить воедино чувство жалости к вечной природе и понимание той крайней необходимости». А это уже рассуждение рассказчика. Что еще можно здесь? Вот, смотрите-ка. «Казалось» в 33-м, да? В 33-м «казалось» весь мир заполнился железным воем и скрежетом. Это рассуждение. Потому что кому кажется, рассказчику кажется, это рассуждение. «Подняв голову, я увидел танк совсем близко, прет прямо на нас». Это повествование. «Я увидел танк, танк прет прямо на нас». Повествование. «Его тень, длинная, уродливая, покачивалась, легла на соседние кусты». «Тень танка легла» – это повествование. «Тень какая, длинная, уродливая, покачиваясь». Смотрите-ка, это повествование с элементами описания. «Стальная махина уже проскочила линию окопов». Повествование. «Садык Джураев, стоя, бросал ей вслед свои учебные гранаты». Повествование. И вот у меня на душе было скверно. Почему было скверно? «Я с детства люблю землю, может, потому что я вырос на земле». Вот это рассказчик делится с вами своими размышлениями. Это рассуждение. Это вы все, пожалуйста, учтите. Вот, дальше из предложений 35-39 выпишите фразеологизм. Но здесь фразеологизм очень легкий. Смотрите-ка. Так. «Противник еще не раз пытался опрокинуть нас в море, заткнуть за пояс». Вот это фразеологизм. Фразеологизм – это устойчивое выражение, не путайте их, пожалуйста, с метафорами. Метафоры – это такие красивые картинки, это скрытое сравнение, которые придумали поэты или писатели, да? А фразеологизм – это то, что мы употребляем в речи каждый день. Меня то и дело вызывали в школу, то и дело, то и счастное. Не задирай нос, то есть не гордись. Не вешай мне лапшу на уши, не обманывай меня, да? У меня времени – кот наплакал, мало времени, да? Фразеологизм употребляет каждый человек, и фразеологизм всегда можно заменить на какое-то другое слово. А вот метафору не заменишь никогда, потому это скрытое поэтическое сравнение, да? Вот, теперь давайте посмотрим. Вот среди предложений 30.37 найдите такое, которое связано с предыдущим, с помощью притяжательного местоимения. Что такое притяжательное местоимение? Мой, твой, свой, наш, ваш. То есть то местоимение, которое отвечает на вопрос, какой или чей? 30.37, да? Вот посмотрите, пожалуйста, что здесь нам важно. 30.37. Целись он прижался с муглой щекой, гранатомёту улёгся поудобней. Я ещё подумал, вот так, наверное, все морские пехотинцы, исправные по-хозяйски, приготовились к тяжёлой, но необходимой работе. А кругом уже ревели моторы, тяжко грохотали гусеницы, казалось, весь мир наполнился железным воем. Я увидел танк, его тень. Вот оно, притяжательное местоимение. Нам не просто надо в тексте найти притяжательное местоимение. Тагир, дорогой, тот и этот – это указательное местоимение. Не путайте, пожалуйста. Притяжательное местоимение – те, которые отвечают на вопросы, какой или чей? Его родители, чьи родители. Моя работа, чья работа. Мой, твой, свой, наш, ваш. Вот местоимение её, его и их, они могут быть и личными. Я его вижу, я её вижу, я их вижу. Это я кого вижу? Это местоимение он, она, они в родительном падеже. Да? Вот. А её ресницы, чьи ресницы, его тень, чья тень – это уже притяжательное местоимение. Вот. Вам не просто надо найти само местоимение. Вам надо найти местоимение, которое заменяет что-то в предыдущем предложении. Вот в предыдущем предложении в 34-м было слово «танк», да? А в 35-м его тень, чья тень? Этого танка. Вот на это обратите внимание. Не просто притяжательное местоимение. Бывают предложения, в котором есть это местоимение. Но оно не присоединяется к предыдущему с его помощью. Вот. Хорошо. Теперь, вы знаете, давайте дальше. Вот. Значит, 21-е мы сегодня поговорили о том, что такое вот повествование, рассуждение и описание. Так. О фразеологизмах сказали. Нашли предложение 35 «его тень». И нам осталось, вы знаете, посмотреть вот на что. Смотрите-ка. Значит, когда вы будете делать 24-е задание, прежде всего скажите себе, синтаксическое средство выразительности, меня спрашивают, или лексическое. Потому что метафора – это лексическое средство, а восклицательное предложение – синтаксическое. Порцеляция, разбиение одного предложения на кусочки – это синтаксис. Разговорные слова – это лексика. Поэтому нам с вами очень важно сразу понять. Яркие выразительные тропы – это может быть только лексика. Да, предложение 46-49. Что ж там такое есть в предложении 46? Деревушка утопала в садах и зелени. Может ли в прямом смысле слова деревушка утонуть в садах? Вот это метафора. Это поэтическое сравнение. Земля лысела, выгорала. Это только в переносном смысле. Это метафора. Учтите, что эпитет – это всегда на ЕГЭ прилагательное. Он посмотрел на меня с кислой улыбкой. Вот кислый может быть лимон, а кислая улыбка в переносном смысле – это эпитет. Золотое кольцо – это никакой не эпитет, да? А золотая душа, золотое сердце в переносном смысле – это эпитет. Если вы видите, что прилагательное перед вами – это эпитет. А вот если какая-то красивая картинка – в саду горит костер рябины красный, но никого не может он согреть. Костер рябины красный. Понятно, что это не костер, это созревшие красные ягоды рябина. Вот это уже метафора. В каждый гвоздик душистой сирени, напевая, вползает пчела. Конечно, она не в гвоздик вползает, а в соцветие сирени, которая похожа на гвоздик. Это метафора. Теперь давайте посмотрим дальше. Значит, мы увидели, что «а» – это метафора. Как для младенца «мила колыбельная песня матери», так «милый, дорог мне» – это сравнение. Вот, потом дальше нас спрашивают, используется такое лексическое средство выразительности, как «махну» и «ковырял». Ну уж это точно разговорные слова, правда? А среди синтаксических средств выразительности можно отметить 4, 19, 35. Что же у нас есть в четвертом? Давайте посмотрим. «Налетел, пригнал» – это однородные членопредложения. В 19-м «небо стало вишнево-красным, алом – золотым» – это однородные членопредложения. В 35-м что у нас есть? В 35-м «длинное и уродливое» – это однородные членопредложения, да? Вот, теперь Юлечка спрашивает, может ли в 24-м задании быть и олицетворение метафора вместе? Не может, потому что олицетворение – это подвид метафоры. «Нева металась, как больной в своей постели беспокойной». Вот сравнение реки Невы, которая во время наводнения металась, как больной в своей постели неспокойной, это олицетворение у Пушкина, да? Или, например, «злые волны, как воры, лезут в окна». Это тоже олицетворение, да? Там и сравнение есть. Или «липа вздохнула и рассыпала золотые монетки своих листьев». Липа не может вздыхать, как человек. Это олицетворение. Вот, вы знаете, Олег, дорогой, я вот тоже думаю, вот бы вебинар длился вечно, потому что себя не заставишь заниматься. А вот когда ты сидишь, а тебе что-то рассказывают, это очень полезно. Поэтому, если вы хотите вечного вебинара, то просмотрите те вебинары, которые были. Время у вас есть, погода на улице отвратительная. Вот, может быть, это специально такая погода, для того, чтобы вы сидели, слушали вебинары и готовились. Вот, я рада, что вам все нравится. Обязательно расскажите всем у себя в школе, расскажите своим друзьям, что имеет смысл, да, посмотреть эти вебинары, потому что и я ими довольна. Мне интересно с вами работать, вы очень хорошо работаете, да. Вот, и я очень довольна тем материалом, который лег в основу этих вебинаров. Так, вот я отвечаю на последний вопрос, и нам надо с вами остановиться, потому что через 15 минут мы начнем сочинение. Скажите, пожалуйста, вот Ванечка, мой старинный ученик, вот, рада его приветствовать, забыл про градацию, да, Вань? Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Градация, вы знаете, когда с помощью трех слов выражается что-то одно, то есть я ни о чем не сожалею, не жалею, не зову, не плачу. И такая-то птичка была невеликая, крошечная, маленькая. Градация может быть по восходящей, может быть по нисходящей, да, а может быть, вы знаете, вот такая, которую я сейчас вам привела, да. Вот про Чацкого сплетники говорили, что он большой любитель, да, вина. Стаканами тянул, нет, бутылками и прибольшими, нет, бочками сороковыми. Вот здесь градация по восходящей, да. Вот, теперь, да, в МФТИ я ввела вебинары, вы знаете, и там тоже можете посмотреть, до сих пор они привлекают слушателей, там был очень хороший материал, вот. И уж очень хороши наши с вами вебинары, здесь очень много хорошего и полезного материала. Так, синегдоха и метонимия. Синегдоха, вы знаете, вот, ну съешь хоть две ложечки, вы не можете две ложки съесть. Ну выпей хоть пол чашечки, вы не можете выпить пол чашки. А метонимия, эй, борода, как отсюда доехать до Плюшкина, когда по части мы называем целое. Москва такая большая сплетница, не Москва, а люди Москвы. Фестиваль собрал вокруг себя три десятка театров. Не фестиваль, а люди Москвы. Все флаги в гости будут к нам. Не флаги прибегут на ножках, да, вот, а корабли приплывут в тот порт, о котором мечтал Петр Первый. Теперь Настенька спрашивает не и не с разными частями речи. Это было, Настенька, на предыдущих вебинарах. Смотрите, пожалуйста, там есть оглавление про не и не, мы уже разобрались. Это было в предыдущих вебинарах. Обязательно посмотрите, ребята, там есть содержание вебинаров, посмотрите, что было. Там очень много последнего полезного материала. Теперь вы знаете последнее, что я хотела сказать. Здесь вы знаете вопрос. На предварительном ЕГЭ моя ученица, к сожалению, из-за волнения и из-за невнимательности сделала четыре ошибки в тестовой части и на 21 балл написала сочинение. Вот у нее было 83 балла с четырьмя ошибками в тестовой части при пересчете в 100-бальную систему и 21 балл за сочинение. А мой ученик, который сделал одну ошибку в тестовой части и написал сочинение, если я не ошибаюсь, на 21 балл, у него уже было 91. Поэтому я вам хочу сказать, что старайтесь, старайтесь, вот сейчас в оставшееся время обязательно прорешивайте тестовые части, обязательно стремитесь к тому, чтобы у вас было не больше одной ошибки. Потому что если вы сочинение напишите на 21 балл, вы уже получите за 90. И смотрите наши вебинары по подготовке к сочинению. Вот сейчас через 15 минут начнется, и завтра тоже будет и тестовая часть. Мы с вами уже будем заниматься обобщающим повторением, снимем все вопросы. И завтра в последний раз разберем еще и проблемы, три проблемы в сочинениях. Мы с вами разобрали более 20 проблем вот на сегодняшний день. И завтра, вы знаете, мы еще три проблемы разберем, сегодня еще три проблемы разберем. Вот. То есть, вы знаете, вот самая горячая проблема, которую будут на ЕГЭ, мы с вами успеем все разобрать. И те, кто слушает меня уже весь интенсив, знают, что мы подобрали очень много аргументов. Сегодня на сочинение я списком просто все самые горячие проблемы, которые вам попадутся на сочинение, написала. И ко всему этому списку еще, вы знаете, написала по два аргумента к каждой проблеме. Вот обязательно себе этот списочек сегодня зафиксируйте. Посмотрите, какие я там проблемы, какие аргументы, прошу прощения, подобрала. Это все очень такие маленькие рассказы. И у вас еще есть возможность полистать проблемы и посмотреть, какие аргументы вам полезны. Потому что легкомысленно идти на экзамен, если вы не запаслись аргументами для сложных проблем. Про русский язык, про историческую память, про ответственность человека за научно-технический прогресс и так далее. Но это материал нашего вебинара, который начнется через 15 минут. Всего вам самого доброго. Расстаемся на 15 минут. И я надеюсь, что я вас увижу на следующем вебинаре по подготовке к сочинению. И напоминаю, что завтра у нас и тестовая часть, и подготовка к сочинению. Те, кто не слушал предыдущие вебинары, найдите их. Материал там замечательный. Вот. До встречи.